Приветствия на канале AtomonoFly. Сегодня я снимаю свое очередное видео, в котором мы поговорим о том, как переехать в Германию и страны Европы в качестве беженца. Довольно интересная тема и сегодняшнем видео мы поговорим, что брать с собой. Итак, я сделал себе опять же пометочки небольшие, которые буду вам зачитывать, и мы начнем. В принципе, человек, который едет в качестве беженца или претендует на статус беженца в Германии, в том числе и в странах Европы, не обязан иметь по себе никакие документы, даже паспорт. То есть, ну вы бежите, если в качестве беженца бежите от войны, то у вас может быть и не быть паспорта. Однако, любые документальные подтверждения вашей истории повышают ваши шансы на получение убежища. То есть, в том случае, если у вас все-таки есть документы, желательно, чтобы они у вас были, документы, подтверждающие личность, тогда у вас больше намного шансов на получение убежища в Европе. Поэтому, если вы сможете подтвердить притеснение документально, то есть, если у вас есть какие-то притеснения, фотографии, видео, справки из полиции, справки от врача, даже свидетельство знакомых, все это может вам помочь. Ну, смотрите, если у вас, мы разберем такой критерий по Женевской конвенции 1951 года, вас притесняют по такой причине, что прелиги, да, и у вас есть какие-то этому доказательства, то нужно обязательно предоставить, и тогда у вас шансы намного возрастают, чтобы получить статус беженца в той или иной европейской стране. Необходимо также иметь в виду, что немецкие власти знают о том, что в России можно купить почти любую справку. Да-да, немецкие власти об этом знают, так что все равно больше внимания будет уделяться вашему устному рассказу на интервью, то есть, с вами будут проводить дальнейшем интервью, я об этом расскажу дополнительно, чем справка. Потому что немецкие власти, те люди, которые сидят в этих структурах, также знакомы с тем, что в России, в частности, можно купить тот или иной документ. И не надо мне отрицать, что этого сделать нельзя, это сделать можно. И сегодня также в моем видео мы разберем о том, где и как можно подать документы, либо какие-либо устно об этом сообщить для того, чтобы получить статус беженца. Ходотайство представлений убежища. Ходотайство представлений убежища может быть подано в пограничной службе на границе Германии или на территории страны, в региональном представительстве федерального ведомства, в отделении полиции, в управлении по делам иностранцев. Обращаться в посольство Германии с просьбой о представлении убежища нельзя. То есть, если вы находитесь в той или иной стране, и в той территории, в которой вы проживаете, в том государстве имеется посольство Германии, то обращаться за представлением убежища, допустим, в Германии никак нельзя. Если ходотайство будет подано в пограничную службу на границе с безопасной страной, мы берем, если в этом нашем случае Германию, если вы хотите попасть в Германию в качестве беженца и вы подаете ходотайство на границе, то, скорее всего, вам откажут. Почему? Потому что все европейские страны, а вы их уже пересекали, получается, когда ехали границы Германии, являются безопасными странами, и поэтому вы могли спокойно подать заявление вот это ходотайство другой любой безопасной стране. И именно по этой причине, именно по этой причине вам могут отказать в этом ходотайстве. Сейчас мы разберем о том, как подать ходотайство по представлению убежища в Германии, потому что все-таки мы в основном говорим о стране Германии, а также можете вы сделать по аналогу этого ходотайства для подачи в любую другую страну европейскую. Итак, ходотайство по представлению убежища может быть подано в пограничной службе на границе Германии или на территории страны. Итак, первый пункт, где вы можете подать такое ходотайство – в региональном представительстве федерального ведомства. Второй пункт – в отделении полиции. Третий пункт – это в управлении по делам иностранцев. Обращаться в постольство Германии с просьбой о предоставлении убежища нельзя. То есть, если вы проживаете, допустим, берем Россию и хотите попасть в качестве беженца, в Германию, для проживания в Германии, то вы не можете пойти в посольство Германии в Россию и подать такое ходотайство. Вам будет отказано. Нельзя этого делать. Это нужно запомнить. Если ходотайство будет подано в пограничную службу на границе с безопасной страной, все граничащие с Германией страны являются безопасными странами, и у вас нет немецкой визы, вы получите отказ на основании Дублинской конвенции. Это означает, что в том случае, если вы путешествуете по земле, а не летите самолетом, у вас нет возможности просить об убежище на границе. Просить убежище на границе можно только если вы прибыли в Германию с самолетом. То есть, смотрите, какая ситуация. Если вы прибываете в Германию на самолете, то в пограничной службе в аэропорту вы можете просить убежище, потому что вы прилетели на самолете, вы сухопутно не пересекали границы Германии, вы не были ни в одной из другой стран. То есть, вы напрямую, если вы прямо летите, допустим. Мы берем, в качестве примера России и Германии, в качестве беженца, такой интересный пример мы взяли. В том случае, если вы прилетели из России в Германию на самолете, тогда вы можете просить в пограничной службе подавать ходатайство для получения статуса беженца по Женевской конвенции 1951 года. То есть, на основании этой конвенции вы можете подавать это ходатайство. В остальных случаях, если вы пересекаете сухопутным, как я сказал, способом границу, вам будет отказ, если у вас не будет немецкой визы. Потому что до того, как вы дойдете до границы Германии, вы еще пройдете через ряд других безопасных стран. Страна является безопасной, если там не идут никакие боевые действия. А вокруг Германии страны находятся как раз-таки безопасные. Поэтому, если вы пересекаете именно на самолете, то вы можете подавать. Если не на самолете, то вы не можете этого сделать. Желательно пересекать границу на самолете. Так, подача ходатайства на территории Германии о представлении убежища будет считаться состоявшейся в том случае, если из написанного иностранцем или выраженного устно, то есть, вы можете и письменно подать это ходатайство и устно, или иным способом, но я не знаю, каким еще вы можете способом сделать. Можно будет понять стремление получить защиту от преследования и защиту от депортации или иного способа возвращения в страну, где для него существуют угрозы, предоставляемые в соответствии с Женевской, опять же, конвенцией 1951 года о беженцах. Подать ходатайство в письменной форме не нужно после обращения в одну из указанных выше организаций. То есть, подавать не нужно. Вас обеспечат переводчиком. Вы можете прийти в отделение полиции, либо в управление по делам иностранцев, либо в региональные представители федерального ведомства, и вас обеспечат переводчиком. Вы можете подать это ходатайство устно, либо письменно. Но письменно на немецком языке, но большинство беженцев не знает немецкий язык. Можно это сделать устно при помощи переводчика, который вам будет предоставлено. Если ходатайство было подано в полиции, то вас направят в ближайшее отделение федерального ведомства для окончательного заполнения ходатайства по форме. И это должно быть сделано незамедлительно, поскольку разрешение на пребывание в Германии истекает через две недели. То есть, максимально вы можете находиться без каких-либо документов на территории Германии всего лишь две недели. Это очень важно запомнить и знать и помнить всегда. В отделении федерального ведомства у вас попросят предъявить документы или бумаги, удостоверяющие вашу личность. Запишут ваши личные данные и возьмут отпечатки пальцев. То есть, будьте готовы к этому, что нужно все-таки предоставить документы, удостоверяющие личность, и у вас будут брать отпечатки пальцев. У вас спросят, на каком языке вы говорите. И если есть у вас место для ночлега в лагере для беженцев. То есть, такое тоже спрашивают. Даже если у вас нет документов, удостоверяющих вашу личность, ваше ходатайство об убежище все равно примут на рассмотрение, и вы не должны бояться, что вас арестуют или депортируют из-за того, что вы не можете удостоверить свою личность. То есть, не надо бояться. И даже если в том случае, если у вас нет никаких документов, вас не арестуют и никто вас не депортирует. Следующий момент. У вас нет права выбирать, какое из отделений федерального ведомства будет решать ваш вопрос. То есть, у вас такого выбора просто-напросто нет. Если вы хотите жить в определенной части страны или хотите, чтобы решение по вашему ходатайству приняло именно это отделение ведомства или этот суд, то нужно обращаться непосредственно в это ведомство и тогда в этой земле, в которой вы хотите в дальнейшем проживать. И тогда будет большая вероятность того, что именно ведомство этой земли рассмотрит ваше дело и вас оставит в этой земле. После того, как будет заполнена форма ходатайства с просьбой о предоставлении убежища, вы получите статус лица ищущего убежища и разрешение на проживание. А также имеете возможность получить спустя некоторое время разрешение на работу. С этого начинается процедура рассмотрения вашего ходатайства. Через несколько дней вам сообщат дату, когда вам нужно будет прийти на интервью в федеральное ведомство. Но об этом мы с вами поговорим в следующем моем видео, как нужно готовиться к интервью, как проходит интервью. Все я вам расскажу в следующем своем видео. А сейчас я буду свое видео заканчивать. Если вам видео было интересным, ставьте пальцы вверху, неинтересно пальцы вниз. Надеюсь, эта информация будет интересна для тех лиц, которые хотят переехать в Германию в частности, либо в какую-то другую европейскую страну, но у них нет немецких корней в качестве поздних переселенцев, или нет у них еврейских корней. Либо они не могут это сделать по какой-то другой причине. Тогда вам пригодится эта информация. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Буду этому очень рад. На этом буду видео заканчивать. Желаю всем хорошего. Всего доброго. До скорых встреч. Без байт. Чус!